Как хорошо, что есть в нашей жизни события, не связанные ни с войной, ни с политикой и ни с прочей суматошной израильской рутиной. События радостные и приятные уже тем, что стали хорошей традицией, не пресекаются, несмотря на те же войны, политику и рутину. В Иерусалиме прошла очередная и уже третья по счёту церемония награждения премии имя Юрия Штерна творческих людей, тех, кто смог в новой стране проявить себя в искусстве и добиться заметного успеха. Премия учреждена в 2008 году Министерством абсорбции. Это, помимо всего прочего, вне всяких сомнений, пропаганда того вклада колоссального, который вносят новые репатрианты во всё, что связано с культурой в этой стране. Это в том числе и отдать данные другу, товарищу, серьёзному большому человеку-сионисту Юрию Штерну. Среди 12 лауреатов премии Штерна 2012 года – семеро выходцев из бывшего СССР. Композитор – Елена Соколовская, бывшая москвичка, четвёртое поколение музыканта в семье. Антон Островский – актёр, сыгравший во многих израильских кинофильмах и сериалах. Писатель – Матвей Гейзер, автор вышедших российской серии «Жизел», книга «Михойл», «Самбрашаке», «Утёса», «Вероневская». Певица – Светлана Бензикова, которую мы с удовольствием слушали на многих концертах. И этот вечер не стал исключением. Эфиопская община звёздам в составе штерновских лауреатов была представлена актёром Байна Гатхоном, писателем Даниэлем Блата. А южноамериканцы – молодым интересным хореографом Рэйчел Аргас и фотографом Хорхе Новоминским. Для меня это очень важно. Я считаю, что репетриантам, которые занимаются искусством, двойне сложно. И достичь успехов, получить награду, признание – это большая честь. Безусловно. Это наша общая корзина культуры, которая есть у нас в государстве. Ведь наша культура складывается из культур многих народов. Для нас это большой праздник и большая гордость, что, несмотря на все перипетии, мы продолжаем традицию. И я очень надеюсь, что эта традиция будет продолжаться и в дальнейшем. Знаете, вот есть у Юры такие слова. «Я здесь больше не живу в одном из стихотворений». Вот мне бы хотелось с ним поспорить, потому что он находится здесь. И несмотря на то, что его физически нет здесь, он присутствует в мыслях, он присутствует в парламенте, он присутствует в нашей партии. Я думаю, что очень много людей получали от него помощь при его жизни. Его помнят как удивительно светлого и замечательного, интеллигентного человека, настолько не характерного вообще для нашей политической жизни, настолько непонятно, как он туда попал. Просто счастье, что до сих пор его добрые дела как-то продолжают жить. И для меня, конечно, важно, что все-таки это оценка того, что я делаю. Михаил Яхилевич – известный русалимский художник. 12 персональных выставок в Израиле за рубежом. В прошлые годы премию Ньюрия Штерна самыми добрыми чувствами и благодарностью приняли писатели Дина Рубина и Григорий Канович, главреж Гэшера Евгений Арье, композитор Барданишвили и другие звезды первой величины, приехавшие в Израиль 15-20 лет тому назад. Сегодня на сцене было больше молодых и по возрасту, и по израильскому стажу. Мне кажется, что вот так же творчески подходить к этой премии, как Юра относился ко всему, что он делал. Можно, например, проверить, что происходит с молодежью, со вторым, третьим поколением тех, кто прибыл. Что они сделали? Они, может быть, работают на иврите, они, может быть, открыли какие-то новые горизонты. Я бы очень хотела, чтобы именно им досталась следующая премия. Дай Бог, чтобы она была. Или же, например, изменить несколько сферу, заострить ее, выбрать только 2-3 области искусства и сосредоточиться на них. В заключении я хочу сказать, что в месяце ноября, в октябре этого года произошло невероятное количество событий, связанных с памятью Юры. Была открыта улица Юрия Штерна, состоялся вот этот вечер, четвертые штерновские чтения в Бейтат Фудсот в Тель-Авиве, джазовый фестиваль в Иерусалиме, один из дней посвящен Юре, и, конечно, действует наш Центр помощи онкологическим больным. «А я здесь больше не живу», но эти строки Юрий Штерн написал о Москве. В Иерусалиме все иначе.